На очереди рассказ о Гомеле, где собрали уникальную команду по количеству собственных воспитанников в основном составе. Каким образом в клубе достигли этой цели, расскажет Антон Мелешев. Экономические реалии диктуют футбольным клубам свои условия выживания. Еще в прошлом году из-за финансовых проблем Гомелю пришлось полностью перестраивать концепцию развития команды. С нового сезона большая часть основного состава доверена своим молодым воспитанникам. Вы знаете положение какое, не только и везде у нас. Очень много сложностей и проблем. Если мы будем жить этим днем, то будущее у нас не будет. Наверное, некоторых устраивает настоящее. В нашем понимании нужно помнить прошлое, жить настоящее и думать о будущем. У нас в Гомеле хорошие молодые ребята, все перспективные. Призываются в сборные, молодежные, юношеские. Сейчас такой шанс выпал. Надо каждую игру на тренировке, на игре доказывать, сыграть. Это за способность. Геннадий Близнюк, Александр Данилов и Павел Ситко. К представительному списку матерых футболистов с натяжкой можно отнести Евгения Савастьянова и Алексея Гавриловича. Опытных исполнителей в клубе можно пересчитать на пальцах одной руки. Они примером действуют подражания для более молодых футболистов. И это приятно, когда футболист опытный катится, бьется. Куда молодому деться? Ему тоже самое это надо делать. Могут и напихать. Не жестко сыграл, отпустил игрока. Все бывает. И похвалить тоже могут. Гена Близнюк хорошо отдает. Это остается только забивать. Женис Савастьянов тоже умный футболист. Всем болельщикам Янченко запомнился еще два года назад, когда в домашнем поединке принес своему клубу победу над Борисовским Бате. Сегодня о своей роли и целях молодежи в команде он отвечает философски. У нас такой сейчас возраст, что надо играть, играть, еще раз играть, много тренироваться. Деньги – это точно не главное в нашем возрасте. Надо работать на свою фамилию, на это. Авторитет зарабатывать. В межсезонье в Гомеле превратилось в грюмое реалити-шоу. Едва ли не каждый день уже бывшие игроки команды «С берегов Сожа» выступали с громкими заявлениями в прессе и грозились организованными походами в суд. Команде предрекали участь аутсайдера. Доказываем сейчас на поле, что мы не просто мальчики для битя, а даем каждому сопернику бой. Это опыт, мастерство, оно приходит с каждой игрой, с каждой минутой, проведенной на поле. Это чувствуется, конечно, поначалу, потому что немножко опыта не хватает. Но постепенно игра за игрой, и все будет налаживаться. Пока старожилы команды не теряют надежд выбить долги, молодежь о деньгах старается не задумываться. В таком возрасте для них главное – играть. Понятно, что там бутсы тоже надо покупать, но на это есть деньги, и как бы в кафе хватает сходить, там с девушкой посидеть. В 2007 году Александр Хацкевич в Минском «Динамо» на свой страх и риск пошел на кардинальное омоложение в клубе. И со временем в «Белосинии» вырастили плеяду перспективных игроков, которые сегодня вызываются в национальную сборную. Нечто подобное наблюдается в Гомеле. Местные воспитанники – базовая основа для молодежной сборной. Для клуба, для них это большая честь, если вызывают молодежную. Я надеюсь, будут вызывать со временем и национальную. Поэтому для них огромная мотивация. У нас как бы нет – ты игрок в молодежной сборной, ты играешь всегда в составе. Нет, у нас от игры до игры идет планомерная работа. И кто как выглядит, тот выходит в составе. Грянувший ветер перемен – проверка на прочность не только для наставника, но и для молодежи. Пока же команда прочно держит удар. По всем канонам жанра уже в ближайшем будущем новая политика клуба должна возыметь положительный эффект. Причем отразится она не только на финансовом благополучии, но и на положении в турнирной таблице. Любой клуб, который развивается и пытается работать со своим воспитанием, конечно, ставится задача и на этом же заработать. Это бизнес. Мы их воспитываем для того, чтобы вырастить потом следующих. А если мы их не будем в возможности продать, это будет сложно. Во-первых, это мотивация для будущего поколения, что человек в родном клубе вырос, его отправили дальше. И это путь. То есть направление работы. Мы сыграем год-два. Как бы почувствуем, что такая лучшая лига, какие скорости. Через пару лет это может дать плоды Гомелю. Не надо будет платить легионерам бешеные деньги. И зарплата большая. Достаточно будет, чтобы свои воспитанники играли, занимали высокие места и радовали болельщиков. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...